Время новостей на нашем телеканале в студии Алиси Кайряк. Здравствуйте. Для начала по традиции коротко расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Экс-президент Игорь Дадон предстал перед прокурорами. Что он сам говорит о деле, по которому проходит подозреваемым, узнаете из нашего выпуска. Предупреждение о заложенных бомбах заставили саперов побегать. На этот раз мишенью стали несколько торговых центров и вокзалов столицы. Дорожники и спасатели трудились всю прошлую ночь, чтобы помочь людям, попавшим в затруднительные ситуации из-за снегопада. Какова сейчас обстановка на дорогах страны, расскажем в новостях. Изобретательности некоторых граждан нет предела. Несколько мужчин решили приготовить шашлыки прямо на подземной парковке в сердце столицы. Далее все это и многое другое подробно. Бывший президент Игорь Дадон признан подозреваемым по делу компании «Энергоком». Этот статус был присвоен ему после допроса в Генеральной прокуратуре, куда политик явился сегодня утром. Как сообщили прокуроры, Дадон не признал вину и попросил время, чтобы подготовиться к слушаниям. Сам экс-президент страны заявил журналистам, что дело носит сугубо политический характер. После допроса Игоря Дадона Генеральная прокуратура сообщила в пресс-релизе, что политик подозревается в нанесении государству ущерба почти в 12 миллионов долларов после того, как весной 2008 года, будучи министром экономики и торговли, подписал заключение, на основании которого был заключен договор на закупку электроэнергии через компанию «Энергоком» по цене почти на 30% дороже, чем предусматривалось в действующих на тот момент контрактах. Эти действия привели к росту тарифа на электроэнергию, что нарушило права конечных потребителей граждан Республики Молдова. В ходе слушаний Игорь Дадон не признал свою вину в совершении действий, в которых его подозревают. В то же время он не делал никаких заявлений, попросив время, чтобы переговорить со своим адвокатом и подготовиться к слушаниям с учетом сложности дела, отмечает Генеральная прокуратура. Сам Игорь Дадон позже заявил, что это дело носит сугубо политический характер и является попыткой власти свести с ним счеты. Нет никакой моей вины в этом деле. Мне сказали, что я подозреваемый, не обвиняемый. Будем сотрудничать и посмотрим. Считаю, что это попытка сместить акценты перед Новым годом. Они пытаются чем-то перекрыть недовольство общества, связанное с ростом цен. Сейчас они пытаются спекулировать на этом случае. Смотрите, Дадон связан. Ребята, успокойтесь. Это было 14 лет назад. Ищите, не знаю что. Лучше делайте свою работу. Пресс-секретарь ПДС Адриана Влас заявила для ТВ6, что партия, которая находится у власти, требует от государственных учреждений выполнять свою работу, обеспечивать справедливый и прозрачный процесс, а лица, виновные в нарушениях, должны быть привлечены к ответственности. Партия социалистов квалифицирует заявление Генеральной прокуратуры после допроса Игоря Дадона по делу «Энергоком» как манипуляцию и дезинформацию. Полиции информирования считают, что заявление прокуратуры нарушает принцип презумпции невиновности. В связи с этим ПСРМ призывает ведомство быть справедливым. Мы уверены, что почетный председатель ПСРМ Игорь Дадон докажет свою невиновность, и злоупотребление со стороны правящей власти получит должную оценку, отмечают специалисты. Перейдем к другим темам. Серьезная авария, в которой, возможно, пострадали граждане нашей страны, произошла в Грузии. Пассажирский автобус сорвался с дороги в пропасть. Зарубежные СМИ сообщают как минимум о трех погибших и шести раненых. Министерство иностранных дел Молдовы пока никак не комментирует появившуюся в интернет-пространстве информацию. Мы проверяем эту информацию, в том числе, есть ли среди жертв граждане Республики Молдовы. После получения точных сведений сразу обнародуем соответствующие данные. В публикации грузинской прессы говорится, что два пассажира погибли сразу после аварии, и еще один человек скончался в больнице. Телеканал Рустави-2 уточняет, что погибшие несовершеннолетние туристы, приехавшие на горнолыжный курорт Гудаури. Вернемся в Молдову. Новая неделя, новое предупреждение о взрыве. Если несколько дней назад полиция и специалисты бомбтех проводили проверку торгового центра на столичном Виадуке, в котором якобы находилось взрывчатое вещество, сегодня их снова подняли по тревоге. На этот раз мишенью стали несколько, особенно многолюдных мест в Пешеневе. Но, как и в предыдущих случаях, сообщение оказалось сложным. По словам представителей генерального инспектората полиции, в течение сегодняшнего дня было проверено более 50 объектов. Ничего подозрительного в итоге не обнаружили. Днем столичную полицию проинформировали о том, что несколько торговых центров и автостанций, а также здания железнодорожного вокзала заминированы. Сотрудники говорят, что их эвакуировали из учреждения около 15-30 спецслужбы, окружившие территорию. Я был на работе и стоял снаружи, потому что вовнутрь никого не пускали. Пассажиры отправились в Вунгены, Бендеры, но на территорию вокзала никто не вошел. А откуда они уехали? Есть выходы с других сторон. Пришел на работу, но меня не пускают на вокзал. Почему? Не знаю, нам не сказали. Специалисты бомбтехни захотели общаться с нашей съемочной группой. Что-то нашли или это была ложная тревога? Все вопросы к пресс-секретарю. Только к 18.00 эксперты завершили осмотр здания и территории железнодорожного вокзала, определив, что там нет опасных предметов. Правоохранители считают, что нет оснований утверждать, что жителям города угрожает опасность. В данный момент идет работа по выявлению лиц, совершавших звонки с ложными сообщениями. Шокирующий случай в Фалежском районе. 10-летняя девочка обнаружила свою маму, повешенной в сарае за домом. По информации полиции, женщина свела счеты с жизнью накануне вечером, после разговора с мужем, который в настоящее время находится на заработках за границей. Тогда же об этом были оповещены и представители закона. Офицер по связям с пресс-инспекторатой полиции Фалежст пообещала сообщить о подробностях трагедии, но пока не сделала этого. В официальном сообщении говорится лишь о том, что после разговора с супругом 29-летняя женщина вышла во двор с мобильным телефоном. Спустя некоторое время дочь обнаружила ее без признаков жизни. Испуганная девочка обратилась за помощью к соседям, которые ей вызвали полицию. Известно также, что в семье есть еще 5-летний мальчик. Пока не сообщается, где находятся дети и вернется ли глава семейства из-за границы. Проводится расследование. Продолжаем выпуск. Алла Немеренко говорит одно, счетная палата другое. На своей странице в социальной сети министр здравоохранения написала, что аудиторы исключат из своего отчета ошибочные выводы об использовании вакцин со стекшим сроком годности после того, как комиссия Министерства здравоохранения установила, что препараты не были просроченными, а ошибки допущены при их регистрации в базе данных. Однако представители счетной палаты утверждают другое. Нашему каналу они заявили, что отчет передан компетентным государственным органам без каких-либо изменений, а изложенные в нем выводы предстоит проверить Генеральной прокуратуре. В своей публикации в соцсети Алла Немеренко отреагировала на разъяснение комиссии Минздрава, созданной для проверки выводов счетной палаты о том, что при иммунизации граждан были использованы порядка 7 тысяч доз просроченных вакцин. Как разъяснили недавно специалисты, эти выводы обусловлены ошибками, допущенными в процессе учета. В связи с этим министр заявила, что подобные отклонения недопустимы и призвала граждан требовать от медработников во время прививки предъявление флакона, в котором находилась вакцина, для проверки ее типа и срока использования. Одновременно Немеренко критически высказалась по поводу системы здравоохранения, которая, по ее словам, далека от желаемой, с больницами скорее безобразными, чем красивыми и дружелюбными, испытывающими недостаток в очень многом. При этом, отметила министр, единственное хорошее, что она может сказать по поводу отчета счетной палаты, что аудиторы сделали свое заключение не по злой воле, а из-за незнания ситуации. По ее словам, они заверили ее, что выявленные существенные ошибки будут исправлены при редактировании документа. Со своей стороны, в счетной палате утверждают, что в отчет не внесены какие-либо изменения, и он передан компетентным государственным структурам для ознакомления и принятия мер. Аудиторские констатации и рекомендации остались теми же. Отчет был передан одновременно президенту, парламенту, правительству для ознакомления и рассмотрения. Также отчет направлен в Министерство здравоохранения, Национальное агентство общественного здоровья и в упомянутые в нем медучреждения для внедрения рекомендаций. Кроме того, Виолетта Балан заявила, что все выводы аудиторов переданы в Генеральную прокуратуру для их изучения. Генпрокуратура, в свою очередь, подтвердила эту информацию для ТВ-6. Проведенная счетной палатой аудиторская проверка показала также, что более 11 тысяч доз противоковидных препаратов на сумму порядка полутора миллионов леев пропали бесследно. Эту информацию пока не прокомментировали ни в Министерстве здравоохранения, ни сама Алла Немиренко. Функционер из руководства Генерального инспектората Карабиниров был задержан полицией по подозрению в причастности к выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19. Кроме этого, в прокуратуре по борьбе с коррупцией сообщили об установлении личности еще 240 человек, которые якобы имели отношение к выдаче фиктивных документов. Все они являются сотрудниками правоохранительных органов и различных министерств. Согласно заявлению прокуратуры по борьбе с коррупцией, после обысков был задержан сотрудник Главного инспектората Карабиниров, ответственный за внесение данных в реестр вакцинации против COVID-19. Якобы он лично или через посредников получил от граждан Молдовы и иностранцев суммы от 2 до 5 тысяч шлеев за выдачу сертификатов, подтверждающего иммунизацию, хотя прививки при этом не делались. По данным прокуратуры, задержанный признал свою вину и сотрудничает с правоохранительными органами. По делу, возбужденному в июле, были установлены личности примерно 240 человек, также причастных к незаконным действиям. Среди них есть сотрудники таможенной службы, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство образования и здравоохранения, финансов, органов государственного управления, представители различных религиозных конфессий, экономические агенты и частные лица. Если их вина будет доказана, все рискуют получить штраф в размере более 32 тысяч шлеев или до 7 лет лишения свободы. На Украине в больнице для пациентов с коронавирусом произошел взрыв и пожар. Погибли три пациента, трое медиков получили ожоги разной степени тяжести. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания стала заупокойная свеча. За последние сутки сразу в нескольких больницах для пациентов с коронавирусом произошли пожары. Накануне на Украине в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области произошел взрыв и пожар. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили, что причиной возгорания стала заупокойная свеча, которую один из сотрудников больницы по традиции поставил после смерти одного из пациентов от COVID-19. В этот момент в реанимации работали пять кислородных концентраторов. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы. В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать, заключили спасатели. Другой пожар в больнице для пациентов с COVID-19 произошел сегодня в России, в городе Красноярск. Но там обошлось без жертв. В результате ЧП пострадало пять человек, более ста пациентов эвакуировали. По предварительным данным, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом. Кишиневскому суду предстоит принять решение по поводу молдавского гражданства румынского депутата Кристиана Ризи, приговоренного на родине к четырем годам и восьми месяцам заключения за коррупцию. Сегодня апелляционная палата Кишинева отклонила касационную жалобу Ризи на указ бывшего президента Игоря Дадона об отзыве гражданства Республики Молдова. Осталось в силе постановление суда первой инстанции. Дело возвращено в суд Кишинева для рассмотрения по существу. Как заявил адвокат румынского депутата, решение апелляционной палаты будет опротестовано в вышестоящей судебной инстанции. В прошлом году молдавские правоохранительные органы объявили в официальном сообщении, что гражданство Молдовы Ризи получило с нарушением законодательства. В связи с этим Министерство юстиции назвало новый предельный срок экстрадиции Кристиана Ризи, который стекает 28 января 2022 года. Эту же информацию подтвердило Министерство юстиции Румынии. Первый приговор по делу об изъятии крупнейшей в истории Республики Молдова партии героина. Кишиневский суд сектора Буйкана приговорил двух граждан Турции к 11 и 6 годам лишения свободы в рамках дела о 200 килограммах конфискованного героина, который на черном рынке стоит более 200 миллионов леев. Однако в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам намерены обжаловать решение в апелляционном суде, считая его слишком мягким. Данное преступление и обстоятельства его совершения требуют более сурового наказания, отмечают в инстанции. Прокуроры также потребуют высылки осужденных после отбытия наказания. Как сообщается, следственные мероприятия проводились с осени 2020 года. Согласно материалам дела, героин должен был быть доставлен страны ЕС. Для этого глава группировки гражданин Турции зарегистрировал в Кишиневе компанию по перевозке строительных материалов из Ирана, а позже на ее основе наладил схему наркобизнеса. В июне полиция объявила об изъятии рекордной партии героина в результате трансграничной операции. Напомним, еще одну крупную партию запрещенных веществ изъяли в марте 2008 года, когда правоохранители обнаружили 200 килограммов героина, спрятанных в мешках с фасолью. По этому делу были осуждены 4 гражданина Турции и 4 гражданина Молдовы, двое из которых впоследствии были оправданы. Сильный снегопад последние дни затруднил дорожный трафик, создав пробки и заблокировав дороги. Однако в муниципальном предприятии Эксдруппа и Государственная администрация автомобильных дорог сообщили, что ситуация улучшается. Ночью на трассах всей страны были задействованы рабочие и спецтехника для вмешательства в случае необходимости. Но на практике ситуация выглядит немного иначе. Двум семьям из Неспаренского и Каушанского районов, оказавшимся заблокированными из-за непогоды в своих домохозяйствах, понадобилась помощь спасателей. Из-за заснеженной дороги специалистам и социальным работникам пришлось добираться до места назначения на гусеничном транспорте. Жителям привезли продукты и оказали необходимую помощь. К нам поступил звонок из премырии, что семья не может выбраться из своего дома и нуждается в материальной помощи. Доступ затруднен, поэтому мы поедем туда на гусеничном транспорте. Учитывая, что погода на улице не очень благоприятная, мы обратились к спасателям за помощью. И вот вам привезли горячий обед. Вмешательство спасателей потребовалось и в населенных пунктах Унгенского и Страшенского районов, где две машины скорой помощи застряли в снегу. Во Флорежском районе в сугробах оказался заблокированным автобус, который спасатели отбуксировали с помощью пожарной машины. Также сотрудники ГИЧС вызвалили из снежных заносов в Кишиневе 13 грузовиков. Помощь экипажа полиции понадобилась и автомобилю на улице Калибасарабии. Всего за последние сутки в стране были задействованы более 40 спасателей и 17 единиц спецтехники. Муниципальные власти сообщают, что в столице все улицы расчищены от снега и обработаны реагентом. В пресс-релизе Примарии говорится, что предприятие «Эксдруппа» использовало 51 единицу снегоуборочной спецтехники, а для проезжей части более 460 тонн противогололедной смеси и 30 тонн соли. Около 400 рабочих задействованы для уборки снега во дворах жилых домов. Государственные администрации автомобильных дорог сообщают, что все национальные трассы очищены от снега. Ночью дорожники обрабатывали их в северных, центральных и южных районах страны, используя для этого 120 единиц снегоуборочной техники и более 950 тонн противогололедного материала. По данным ГИЧС, в настоящее время расчищены все подъездные пути к населенным пунктам. По прогнозу метеорологов, в среду осадков не ожидаются. В стране все еще действует желтый код опасности в связи с гололедом. Трое человек могли заживо сгореть в заброшенном доме в центре столицы, где в 2 часа ночи вспыхнул пожар. Прохожий заметил густой дым, идущий изнутри здания, и вызвал бригаду полиции. Из помещения сперва вынесли человека без сознания, а затем эвакуировали еще двоих, которым также потребовалась помощь. Пострадавших доставили в больницу. У одного из них были признаки переохлаждения. Пожарные определили, что огонь уничтожил старую мебель в одном из помещений заброшенного дома. Причины пожара еще предстоит выяснить. Когда речь заходит о хорошем времяпрепровождении, изобретательность некоторых просто не имеет границ. Несколько жителей Кишинева решили приготовить шашлыки да не где-нибудь во дворике или на природе, а прямо на подземной парковке на улице Садовяну. Любители вкусно поесть нарушили все правила и нормы не только тем, что разожгли гратар в закрытом пространстве, но и тем, что использовали для этого газовый баллон. Веселье попыталась прервать свидетельница, но урезонить мужчин не удалось и пришлось прибегнуть к помощи полиции. Возмущенная и напуганная тем, что может произойти, женщина попросила мужчин прекратить готовить шашлыки, на что они очень обиделись. Через некоторое время нарушители все же потушили огонь. Однако к этому времени на стоянку уже прибыл экипаж полиции. Мужчин вызвали в участок для дачи объяснений. Инцидент зарегистрирован вчера на парковке многоквартирного дома на улице Садовяну в секторе Чуканы. Люди на видео готовили, используя газовый баллон. Сегодня они, как и заявитель, должны явиться в инспекторат полиции для допроса. Установка и использование газовых баллонов в закрытых помещениях в Молдове запрещены законом, как и курение. В празднике никто не должен грустить. Поэтому более 8 тысяч пенсионеров Аргеева и Аргеевского района получили новогодние подарки, продукты и предметы первой необходимости. Загруженные пакеты прямо к ним на дом доставили сотрудники премырии и Аргеевского райсовета, члены команды Илона Шора. Этот жест местного руководства вызвал эмоции и даже слезы у пожилых людей, которые с трудом находили слова, чтобы поблагодарить за подарок. Перед новогодними праздниками многих пенсионеров, проживающих в Аргееве и Аргеевском районе, навестили представители местных органов власти. И теперь пожилые люди со слезами на глазах говорят, что им будет, что поставить на праздничный стол. Вы знаете, что такое для старого человека внимание? И когда вот кто-то открывает дверь, для нас это радость. Теперь у нас есть запас продуктов на Новый год. Так мы соберемся, накроем стол благодаря подарку, что нам дали, и встретим Новый год, встретим Рождество. По сравнению с прошлыми годами, теперь лучше, и мы благодарим от всей души. Проект, предусматривающий предоставление продуктовых праздничных пакетов, был одобрен Аргеевским районным советом, который выделил на эти цели около двух миллионов леев. На каждые праздники, как Аргеевские районные советы, и премьерия муниципи Аргеев, так и депутаты парламента, предоставляют финансовую и материальную поддержку нуждающимся людям, понимая тяжелое положение, в котором находятся пенсионеры Республики Молдова. Мы протягиваем им руку помощи и демонстрируем, что мы всегда рядом. Я надеюсь, что для них это будет небольшая, но радость, потому что мы понимаем, что это не решит всех проблем, но все-таки внимание имеет значение. В ситуации, когда пенсионеров не радуют адекватными пенсиями и их повышением, учитывая, что цены растут каждый день, а счета за коммунальные услуги большие, мы подумали, что должны выступить с конкретной поддержкой. Мы будем работать как можно эффективнее, чтобы охватить каждый дом каждого аргеевца. Аргеевские власти выделяют к праздникам подарки пожилым людям и всем, кто нуждается в помощи, начиная с 2015 года. Далее вас ждут еще бизнес-ньюсы и прогноз погоды на 30 декабря. Я, Жалей Сикаряк, на этом с вами прощаюсь и напоминаю, что вы можете следить за главными новостями в стране и мире круглосуточно на сайте tv6.md на наших официальных страницах в соцсетях. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Пропустив из-за пандемии прошлый Новый год, столичный парк Вандерленд в этом году решил возобновить традицию делать новогодние подарки тем, кто написал письмо Деду Морозу. По словам Дмитрия Лукинова, желающих написать дедушке оказалось немало. 40 деток из разных населенных пунктов страны приехали в Кишинев и опустили свои письма в почтовый ящик парка. Что особенно радует, что дети, которые писали письма, они не просили каких-то особых подарков. Есть письма, которые просили просто, чтобы пандемия закончилась, люди сняли маски, всем были здоровы и живы, и счастливы. Посмотрев все эти письма, мы приняли решение в этом году наградить всех деток, которые написали эти письма. По словам Дмитрия, каждый ребенок получит именно тот подарок, который просил. Таисия, например, загадала особый подарок, за которым сегодня сюда и пришла. Таисия говорит, что давно хотела такого робота и даже придумала ему имя. Я хотела Дедушке Мороза, робота-пса. Да? А чем он такой классный? Потому что... Как ты его будешь называть? Кусачка. И у нас, наверное, в нашей стране каждый старается делать подарки по возможности, по материальным. Но детям нужно угождать хотя бы раз в год, чтобы они верили до сих пор в чудеса. Хорошая идея для детей. Праздник, они радуются. Двери парка Вандерленд, двухэтажного игрового пространства для детей, расположенного на территории торгово-развлекательного комплекса Атриум в Кишиневе, открыты для всех желающих каждый день в течение новогодних праздников с 10 утра до 21.00. В парке соблюдают все противоэпидемические нормы, поэтому взрослые должны иметь при себе результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Для детей вход свободный. В четверг по всей стране ожидается пасмурная погода без осадков. В Кишиневе, Бричанах и Северной столице столбики термометров опустятся до минус трех. Три градуса ниже нуля прогнозируют в Сороках, Флорештах и Леушенах. В Аргееве минус три, в Унгенах один градус ниже нуля, в Дубосарах до минус четырех. Четыре градуса мороза ожидается в Тирасполе, в Камрате два ниже нуля, а в Кабуле ноль градусов, временами вероятно солнечная погода. Далее перенесемся за пределы нашей страны. В Бухаресте кратковременные дожди и плюсовая температура. Два выше нуля. В Киеве такая же цифра, но со знаком минус. Пасмурно вероятен снег. В Москве же морозно до минус девяти. Также снежно. В следующих европейских столицах не по зимнему тепло. В Лондоне и Париже плюс 15, облачно с прояснениями. В Мадриде на градус прохладнее, но солнечно. В Риме переменная облачность и 14 тепла. В Берлине 11 градусов выше нуля кратковременные осадки. В Афинах плюс 12 дождливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова